Привет! Меня зовут Аня и ты слушаешь подкаст «Давай по-русски». Сегодня 13 февраля 2022 года, воскресенье, вечер. Я сижу дома в тёплой и уютной квартире, а за окном минус 28. Это может означать только одно, что на дворе зима. Ты любишь зиму? Я очень. Не могу сказать, что это моё самое любимое время года, но одно из. Я вообще считаю, что у природы нет плохой погоды. Всякая погода – благодать. Кстати, именно так поётся в известном кинофильме «Служебный роман». Очень советую тебе его посмотреть, если ещё не смотрел. Так вот, за что я люблю зиму? Ну, наверное, за её сказочную красоту. Когда всё вокруг становится, как в серебре. В серебре, потому что когда снег блестит на солнце, он очень напоминает серебро. И это очень красиво. Однако, не во всех уголках России выпадает снег. Например, на юге страны зимой очень мало снега. Либо он быстро тает. И часто идут дожди. Как ты знаешь, Россия – это огромная страна. Её территория лежит сразу в нескольких климатических поясах – субтропическом, умеренном, арктическом и субарктическом. Однако, большая часть страны находится в умеренном климатическом поясе. И здесь можно наблюдать все четыре времени года. Зиму, весну, лето и осень. Зима в России начинается 1 декабря. Декабрь, январь и февраль – это зимние месяцы. И самое холодное время в России. Средняя температура воздуха в это время года составляет от 2 до 12 градусов мороза. Но она может сильно колебаться, то есть может сильно меняться в зависимости от региона и месяца. В декабре – самые короткие дни и длинные ночи. Солнца почти нет и темнеет рано. Самый холодный месяц – это январь. Именно в январе случаются сильные морозы – ниже 30 градусов. Их в народе еще называют крещенскими морозами. Потому что они приходятся на православный праздник Крещения, который верующие отмечают 19 января. В феврале часто дует сильный ветер, идут снегопады и метут метели. Но день становится уже немного длиннее и даже чувствуется приближение весны. Хотя на улице холодно, зимой русские не сидят дома. Мы очень любим гулять на свежем воздухе и заниматься зимними видами спорта. Что обычно мы делаем? Мы катаемся на лыжах и коньках. Дети очень любят кататься с ледяных горок, играть в снежки или пить снеговиков. Вы когда-нибудь играли в снежки? Снежок – это такой шарик из снега. Его очень легко слепить. Правила игры в снежки очень простые. Нужно просто лепить снежки и бросать их в других игроков. Как правило, мы играем с нашими знакомыми или друзьями. Лучше не бросать снежки в случайных прохожих. Они тебя могут просто не понять и разозлиться. Самый любимый зимний праздник у всех русских – это Новый год. В России 11 часовых поясов, поэтому Новый год здесь встречают целых 11 раз. Самые первые – это жители Камчатки, а самые последние – жители Калининграда. Новогодние праздники в России длятся очень долго – целых 10 дней – с 1 по 10 января. А в ночь с 13 на 14 января мы еще отмечаем Старый Новый год. Это Новый год, но по старому юлианскому календарю. Да, мы очень любим праздники. После зимы наступает весна. Все-таки думаю, что именно весна – это мое самое любимое время года. Может быть, потому, что весной у меня день рождения. Я не знаю. Но это прекрасная пора, которая вдохновляла великих русских художников и писателей. Одни называли ее весной красной, другие – царицей цветов, третий – сравнивали с прекрасной молодой девушкой. Вообще, весна у многих ассоциируется с надеждой, с началом нового этапа. И это действительно так. Ведь вся природа просыпается от долгого сна. Долгий сон – да, именно так мы воспринимаем долгую зиму. Мы сравниваем ее со сном. За несколько месяцев зимы мы очень устаем от холода. Поэтому так радуемся весеннему солнышку и первым теплым денькам. Март, апрель и май – это весенние месяцы. С середины марта снег начинает активно таять. В апреле снежный покров полностью сходит и становится значительно теплее. Солнце теперь не просто светит, но и греет. Появляются первые цветы, подснежники, начинают весело петь птицы, и природа, наконец, оживает. Но настоящая весна в России приходит только в мае. Тогда деревья становятся полностью зелеными, поднимаются сочные травы, и воздух наполняется нежными цветочными ароматами. В конце мая – начало июня наступает долгожданное лето. Июнь, июль и август – это летние месяцы. Для многих именно лето – это самое любимое время года. И это неудивительно, ведь лето – это время каникул и отпусков. Дети отдыхают от школы и уроков, а взрослые – от работы. Летом дни становятся намного длиннее, а ночи – короче. Стоит очень хорошая погода, и температура воздуха поднимается до 22-25 градусов. Летом мы очень много времени проводим на природе. Ходим в походы, гуляем в парках, загораем и купаемся в морях и озерах. А также много путешествуем. А кто-то все лето проводит у себя на даче. Сажает огурцы и помидоры, и полит грядки. В конце июня-начале июля в северных городах страны, таких как Санкт-Петербург, Архангельск и Якутск, можно наблюдать очень интересное явление – белые ночи. Это когда ночью светло почти как днем, а за полярным кругом наблюдается полярный день. Это когда солнце вообще не заходит за горизонт. Например, в городе Мурманске такое явление начинается 22 мая и заканчивается 22 июля. В конце августа-начале сентября становится прохладнее и наступает осень. Сентябрь, октябрь и ноябрь – это осенние месяцы. В это время все чаще идут дожди и начинают опадать первые листья. Первое сентября – первый день календаря. Именно первого сентября начинается учебный год, когда школьники идут в школу, а студенты в университет. Дачники собирают урожай овощей и фруктов. В некоторых регионах страны в сентябре может быть достаточно тепло, а середина сентября – почти летний. Такой короткий период теплой и приятной погоды в народе называют бабьим летом. В сентябре и первой половине октября природа в России очень красивая. В это время все как будто золотое. Листья на деревьях становятся золотисто-желтыми и красными. Эту короткую, но прекрасную пору называют золотой осенью. В ноябре листья с деревьев уже полностью опадают. Начинают идти холодные дожди и выпадает первый снег. Животные в лесу готовятся к зиме, а птицы улетают в теплые края. И так повторяется из года в год. А у тебя, дорогой слушатель, какое любимое время года? Ты можешь зайти на мой сайт давайпорусски.ком и оставить там свой комментарий. Обязательно напиши, откуда ты, какое у тебя любимое время года и почему. А на сегодня все. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok